Девушки отдыхают Хорошо, что подопухли У нас для вас есть специальная процедура Противоотечная, да, да Значит, слушайте меня, вот туда идите Да, вот там кассу найдите Деньги платите и вот это все им покажите Идите, Даня Вы неправильно поняли Фамилия моя подопухла Анастасия Ивановна подопухла А-а-а, да, 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 да Вы что, узнаете? Нет Почему? Я же делала у вас Пластическую операцию Какую? Какую? По акции По какой акции? Вот на этот вопрос я хочу найти ответ Да Потому что в тот день было много разных акций Я помню, я к вам пришла Ага Значит, вы меня послали Я пошла Кассу нашла Деньги внесла Потом пришла Легла Все, забылась А когда проснулась Ничего не помню Главное, все интересно Вот это есть, а вас нет Долго я вас Покажите, давайте Значит, комарики работали, да? Комарики работали Ну тогда еще одна акция была Какая? Если хочешь встретить принца Отрихтуйте Ягодицы Правильно За наличку и в кредит Откачаем целлюлит Все правильно Хорошо, что успели сделать эти акции Потому что этих акций больше нет Все, нет Ага А помни, я тогда еще одна акция была Какая акция? Прокачай Прокачай Это Губы прокачай у нас Получи кривый глаз Точно Это вы А я думаю Откуда я этот взгляд знаю? Так я же его сделал Я его сделал Какой взгляд? Прямо пламя Ну, знаете, мужу Как-то не очень Почему? Не очень Говорит Любимая Ты стала похожа на лампочку В нашем подъезде В каком смысле? Ну, так же, говорит Противно мигаешь Так и хочется, говорит Для симметрии По второму уже А слушайте А между прочим Ваш муж прав, да Что? Очень хорошо, что вы сегодня к нам пришли У нас специальное предложение Да? Да Два и кривых глаза для полного экстаза Значит так Туда идите, там касту найдите Деньги заплатите И глазом им там моргнуть Идите Подождите Значит, глаз Это ваша работа? Глаз моя работа А вот это вот губище Это тоже вы делали? Между прочим Это шедевр Губы это мой конек Вот эти золотые руки делали Целуйте руки Не надо, я сам Я боюсь за сансу Да, я сам Значит, губы Ну, вообще Губы просто улёт получили Спасибо Да Они просто незаменимы будут В прыжках с парашютом Да Раскрывается в полёте? Конечно Прекрасно Я прям вижу по глазу У лавников вырвалась Раскрывается в полёте Скажу в конце Грудь 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 Так это грудь Это грудь Тогда вопрос Да А почему одна? Почему? Почему одна? Нет, вот на этот вопрос я не могу найти ответ Понимаете? Не просто осенью Так вот же Вот же вторая А почему там? Как она? Она сползла А это нормально, доктор? Это нормально, поверьте мне Это нормально, да? Знаете, импланты у них бывает такой период миграции А вы не волнуйтесь Он погуляет, погуляет и назад вернётся Вот мне мама моя про мужа то же самое сказала Погуляет и вернётся Вот, жду Слушайте, ну на самом деле очень удобно Мягкая посадка, как минимум Вы знаете, с этим тоже проблемки Какие? Ну вот, буквально третьего дня шла по улице Поскользнулась Упала на спину Отпружинила Упала вперёд Отпружинила назад Упала назад Отпружинила вперёд Отпружинила назад Отпружинила вперёд И так минут 20 Напротив на лавочке Старичок сидел Не выдержал Подбежал, как дал мне пенделя Говорит, задолбала уже Ванька, в штанька У меня тебе, говорит Уже в глазах рябит Я вам так скажу В голове вам это очень пригодится Вы побольше гуляете Конечно Да, нужно выгуливать всю эту красоту Вот там, глядишь, и мужчина мечты найдёт Доктор, я вчера выгуливала Вчера Шла по набережной Смотрю Мужчины мои мечты Вот подходящие Знаете, практически персональное транспортное средство В смысле, в каком, я не понимаю Ну, ноги, колесо Ну, не важно Вообще такая интересная внешность Правый глаз слегка косит Вообще зрение прекрасное То, что надо Минус 15 Он сразу на меня клюнул Ну, недолго думая К вечеру мы оказались уже у меня Я свет выключила Думаю, сейчас устрою ему Ночь любви Знаете, разделась Подлегла Руку его Одну на грудь положила Вторую на вторую грудь Да Он как заорёт в киноке Снимите меня, сверблюда Я, говорит, с детства эту фигню боюсь Я не понимаю, что вы от меня хотите Что хотите Доктор, скажите А вот вы нормально считаете? Я считаю, хорошо я считаю Нормально считаете? У вас на входе сегодня в клинике написано Сделай пять операций И шестую получи в подарок А-а-а Я забыл про эту акцию Ну, конечно Я забыл про эту акцию Слушайте, специально для вас Для таких клиентов Есть сегодня уникальное предложение Какое? Да, прокачай себе мозги Будешь круче жигурды Одна из веленов в подарок А-а-а А вторая всего сто Всего сто? Да Сто чего? Сто рублей? Сто тысяч рублей Так что вот туда Идите Бегите и платите Давайте, идите Бегите и платите Девочки, готовим операционку АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Обычная АПЛОДИСМЕНТЫ Ладно, дом тоже пригодится АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Жаль, что проститутка АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ С чего вы это взяли? Галя Приличная девушка Мы с ней познакомились на танцах Ну да Танцевать она любит Вокруг шеста АПЛОДИСМЕНТЫ Галя Самая приличная девушка Самая любимая И самая дорогая Ну да Самая дорогая Дороже только Светка с сорок восьмой АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что вы такое несете-то? Галя Невинная девушка Молодой человек Невинная девушка В нашем подъезде Только одна И это я АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ой Надо же Лифт застрял Чё теперь делать-то? Надо диспетчера вызвать Нажмите кнопку Чё надо? Женщина Мы тут в лифте застряли Выпустите нас У меня обед Эй А нам-то что теперь делать? Вот дайте пожрать спокойно Пообеду и выпущу Никуда не уходите АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Надо же С незнакомым мужчиной В лифте застрял АПЛОДИСМЕНТЫ Вчера у Малахова В передаче Рассказывали Маньяк появился АПЛОДИСМЕНТЫ Заходит с девушкой В лифт АПЛОДИСМЕНТЫ И честь у нее Отбирает АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Небось раздеться заставить Чего я не заставлю Почему? Потому что я нормальный Адекватный мужчина Я к женщинам Не пристаю Не нравлюсь что ли? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Послушайте Женщина АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, взгляд-то какой Недобрый Сейчас, наверное, Раздеться заставите Чего я не заставлю? Хотите, чтобы я Сама добровольно? Чего я не хочу? Отстаньте от меня АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ты скажи, что ты не маньяк Успокой меня Ты точно не маньяк? Точно АПЛОДИСМЕНТЫ Откажи АПЛОДИСМЕНТЫ Как я вам докажу? Ну не знаю Предъяви орудие преступления Чтобы я понимал, на что мне рассчитывать Послушайте, женщина Ой, не подходи, не трогай меня Я вас вообще не трогаю Ну ведь собираешься Чего я не собираюсь? Отстаньте от меня Видите, у меня даже руки заняты Ну шампанское и цветочки я могу подержать АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А то мне держать ничего Отстаньте от меня Ой Надо же Первый раз в жизни с мужиком в лифте застряло Ой А ко мне в лифте еще никто никогда не приставал Я к вам вообще не пристаю Я вас даже пальцем не тронул А не надо пальцем У тебя что, рук нет? Что вы на меня так смотрите? Ай Ладно Лучше уж ты, чем какой-либо другой подлец Делай со мной все, что угодно АПЛОДИСМЕНТЫ Что? Что с вами делать? Все, что хочешь Женщина ничего не будет АПЛОДИСМЕНТЫ Это ты так думаешь Налей столь шампанского, чтобы я не волновался Это для Гали Ой И цветочки для Гали И цветочки Ну подари Подари Дари хоть один Дари один Все, я звоню в МЧС Лифт сигнал не пропускает Телефон не работает Захочешь полицию вызвать, не получится АПЛОДИСМЕНТЫ Мне вчера моя подруга рассказывала Она в лифте с одним маньячилой застряла Ой Как он ее Как он ее Умолял его отпустить Тут у вас взгляд недобрый А с чего ему добрым-то быть? Я ведь десять лет на киче отторобанила За что? Да убила в лифте одного маньяка-насильника Он что, пытался вас силой взять? Да в том-то и дело, что не хотел Женщина, поймите Я еду к Гале Вы мне безразличны Че, точно приставать не будешь? Не буду А придется А-а-а! Пожигите! Че, ты сам не справишься, что ли? АПЛОДИСМЕНТЫ Что ж мне с вами делать? Да все, что хотят Женщина, поймите Я просто хочу выйти Если за меня, то я согласна Я хочу выйти отсюда Да куда ты с подводной лодки-то? АПЛОДИСМЕНТЫ Подержите Вот Вот вам тысяча рублей Ты че? Я тебе не Галя Я за это деньги не беру Ну хорошо, хорошо Вот вам еще Пять И, пожалуйста, отстаньте от меня АПЛОДИСМЕНТЫ Ну это не серьезно Я 20 лет в разводе Я еле сдерживаю АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот еще Держите АПЛОДИСМЕНТЫ Как Хотела Меня Мать За Маньяка-то Отдать ААА АААААА АААААААА!! Женщина, я же вам денег дал. Ты дал, чтобы я к тебе не приставал, а чтобы не пела, доплатить надо. Вот, вот, вам еще. Тогда танец. Все, все, у меня больше нет денег! Как не стыдно? С такой женщиной в лифте застрял и без денег. Альфонс! Чего надо? Вы поели! Комфот добивай. Быстро откройте дверь! Галя! Чего надо? Светка, это я. Сегодня 16 тысяч. Нормально. И бутылка шампанского. Сейчас твою долю занесу. Накрывай на стол, чувырла. Отвечать будем! Когда по телеку моду показывали, Дефиле. Не видели никогда? Будто по гостке разрыли, оттуда скелеты повылазили и под музыку маршируют. Правильно, кстати, назвали Дефиле. Так и охота крикнуть. Где Филе? Одни маслы торчат. Пес сидел облизывался, столько костей сразу. Тут моя Надюха говорит, я мечтаю быть такой же, как они. Я аж голубцом подавился. Я говорю, Надя, не вздумай! Я что, извращение, что при супружеской жизни с черенком от лопаты. Ну что-то мода пошла. Нас мудрость на этих заморочек голливудских. И давай худеть. Ну где это видно, чтобы живая баба 40 килограммов весила? У меня собака 60 весит. Женщина должна соответствовать масштабам страны. Вот Франция, страна мелкая, и бабы мелкие. У нас страна необъятная, и бабы такие же. У нашей бабы все есть. И уральские горы. Ну а сзади огромные Забайкалье. С нашей бабы мужик чувствует себя покорителем великих просторов. У моей до сих пор есть места, где я еще не бывал. Ну мы только 20 лет женаты, еще руки не дошли. В журнале там глянце. Зима в итальянском стиле. И девка стоит лыбиться, мини-юбка, декольте до пупа. Ты у нас в Сибири так погуляй. Тебе под эту мини-юбку снегом идет полные трусы. Замучайся, выгребай. А муж тебе на ночь еще солью посыпет, чтоб не поскользнуться при исполнении супружеского долга. Я посмотрел, как это полыбиться. Ну что мы на них смотрим? Наши бабы самые лучшие. Ну что их не за мухры? Гручки, прутики, ножки, веточки. Майнатьки в пупок крикнешь оттуда эхо. Наша баба как море, в ней купаться можно. Прыгнул и качайся на волнах. Главное, забуйки и держи, чтоб не снесло. Наша баба это русское поле, там пахать не перепахать. Бывает, как на паче сижу, плуг сгибается. Моей на огороде картошку выкопать даже лопаты не надо. У ней левая рука совковая, а правая штыковая. А две вместе шагающие экскаваторы. Рекламу гляжут, это их заморыш. В оба в юбки. Вещает Дониссиму. Легкое облачко творожка. Нежные сливки с кусочками фруктов. Изысканное лакомство. И всего 60 калорий. На отечественном телевидении должна сидеть нормальная баба. Красивая, как моя Надька, говорит, свиниссимо. Легкое облачко сало. Нежные кусочки рульки, плавающие в холодце с пельменями. Изысканное лакомство. Всего 6000 калорий. Нам их модные закидоны не подходят. Решила моя Надюха сделать пирсинг пупка. Пирсингист не смог пробить. Там слой красоты 20 сантиметров. Только дрель сломал. Моя даже брови не повела. А это мода пошла. Брюки носи так, чтобы животик был виден. Моя нарядила животик навес над брюками, как козырек над подъездом. Дождь пошел, там детский сад спрятался вместе с воспитателями. А стринги, это издевательство над русской бабой. Взять наши отечественные трусы. Все надежно прикрыто с всех сторон. Враг не пройдет. Граница на замке. А стринги, это же проходной двор. И главное, нашим бабам не подходят эти стринги. Это все равно, что донести два арбуза одним шнурком. Я говорю, нам их мода не подходит. Записалась моя Надюха на танец живота. Тренерша показала, как крутить этим животом. Зря показала. Маяк, как запустил этот свой маятник смерти, люди по залу летали, как кегли. Мы, главное, уже домой приехали. Живот по НРЦ еще ходил два часа туда-сюда. Стены соседям долбил. У нас двушка была, теперь студия. Пусть мы потом перепланировку в БТИ согласовываем. А это мода. Собачек мелких с собой таскать. Видали, сидит такой, как бы сдох. Под мышкой тявкать. Моя говорит, хочу такую. Я говорю, Надя, тебе этот собачек как блоха. Тебе покрупнее надо. Носи нашего волкодава. А этих собак уже наряжают в одежку всякую собачачьи. Моя приперла волкодава в собачьем магазине, ничего не налезла. Она не растерялась, нарядила его в тещин халат. А я думал, не понял, что это собака. Думаю, что это Лидия Эдуардовна под диван залезла и кость грызла. А еще моя Надюха нарыла в интернете. За границей сейчас новая мулька. В ресторане на стол ложится девушка. На ней еду раскладывают, как на столе. Моя говорит, хочу так же. Ну, я накрыл поляну. Пупок борща налил в кастрюлю. Колбасы нарезал, сало, картошкой нажарил. Жрал целую неделю. Вся бригада с работы приходила обедать. Съели только с одной ладошки. Остальное стол сам себя доел, слава тебе, Господи. В общем, женщины, девоньки, бабоньки, вы наши самые лучшие, самые красивые. Мы вас любим такими, какие вы есть. Хочется сказать вам стихами, но в стихах я не очень. Поэтому пусть мне поможет Николай Алексеевич Некрасов. Есть женщины в русских селениях с великой душой святой. И нафиг нам запад растленный, где бабы поют с бородой. И пусть заграничные жабы корячатся на дефиле. Родные российские бабы, прекрасней вас нет на земле. Спасибо. Семен Арнольдович Пропитых. Здравствуйте, Семен Арнольдович. Вы являетесь примером того, как нужно любить свою работу. Да, это так. Вы знаете, я работе отдаюсь до конца, до донышка. Вот на некоторых работах люди идут, как из-под палки. А я, я легчу, как на крыльях. Вот так работать хочется. На некоторых работах люди опаздывают. А у нас, у нас восемь начала, шесть уже все тута. Да, в окна лезут дымоходы. Вот так люди хотят работать. То есть, вы работаете, не жалея своих сил. Да, до посинения. Извините. Я сейчас прошел по вашему цеху. Там повсюду дым. Объясните, что это такое? Это у народа трубы горят. Вот так люди хотят приступить к работе. Расскажите, вы пошли на завод по зову сердца? Да. А дело в том, что у нас семейная дистанция. Нет, диз... Династия. Точно. Слушай, дай я тебе поцелу. У меня аллергия. Я потомственная дегенерация. Нет, дегер... Чем я занимаюсь? Дегустатор. О, да. Я потомственная дистанция. У меня дед дегустировал то, что бабка гнала. Батя дегустировал. И я дегустирую. Я первый раз попробовал на выпускном. Вот я был пацаном. Думаю, космонавтом стану или там академиком. Ерунда. Я когда попробовал, думаю, вот мое призвание. Дегустировать. Глотать ротом. То есть вы поняли, в чем ваше призвание еще на выпускном? Да. На выпускном в детском саду. Не, ну, меня в 18 лет выпустили пинками. А скажите, а вот ваша работа приносит вам удовлетворение? Конечно, приносит. Дорогой мой, я дома без работы. Я злой, раздражительный. У меня руки трясутся. А с работы выходишь. Взгляд такой обухотворенный. А это что? Скажите, пожалуйста, а вот ваша работа приносит вам удовлетворение? Да, конечно. Конечно, приносит. Дело в том, что мы не стоим на месте. Мы лежим на месте. Постоянно самосовершенствуетесь. Самосовершенствуетесь. Точно. Да, это я говорю. Не, 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 не. Понимаешь, мы постоянно вот что-то вот это придумываем. Думаю, вот это вот, например, вот коньяк. Вот можно закусить его огурцом, а можно барбаристкой. Колбаску можно вот так порезать, а можно вот так. То есть мысль постоянно будражит, будражит начало творческое. Понимаешь? Нас недавно гоняли на выставку этого Сальвадура. Сальвадура. Вдали. Да, вдали. 20 остановок на трамвай. Слушай, я посмотрел. Наш человек. Понимаешь? Он это... У него, у него слоны на паучьих ножках. У него эти... Тигры летают. И у него со стола стекают часы. Вот то, что мы каждый день видим. Представляешь? Замечательно. Да. О! О, смотри, смотри. Иди сюда. Иди сюда, 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 сюда. Ха-ха-ха-ха. Иди сюда, видишь, да? А-а-а-а. Хе-хе-хе-хе. Я нигде ничего не вижу. Ты что, собаки зеленые, посмотри. Вот это ханурик. Вот это вот очинарик. А вот это мой любимец синячок. Иди сюда. Слушай, их раньше было трое, а сейчас плодятся просто каждый день. Во-во-во-во-во. 18. Ну, я ничего не вижу. Ты что, пьяный? Мы все видим. А какая атмосфера у вас в коллективе? Очень творческая. Очень творческая. У нас люди, это, это что-то. Вот ты не видел нашего этого начальника наливочного цеха. Этот человек запойный. Вот как запоет, у всех душа радуется. Его жена говорит, алкаш. А я говорю, нет, он не алкаш. Он у нас. Он у нас трудоголик. Понимаешь? Потом у нас еще этот есть. Вот такое. Треугольник? Не. Вот такое. Квадрат? Не. Вот такое. Круг? Да, только маленький. Кружок? Точно. Театральный кружок. Мы недавно поставили яичницу. Не, не яичницу. Мы поставили омлет. Может быть, гамлет? Точно, да. Не, не, не. Гамлет поставили. Слушай, но он у нас. О! Он у нас так. Бах! Бахнул. И сразу говорит. Желаю всем, чтоб все были здоровы. Чтоб вы жили богато. И чтоб его на шпаге в живот не тыкали. Потом эта, которую электричка переехала. Как его? Каренина. Да, Анька. Она тоже так выпивает. И говорит. Желаю всем, чтоб были здоровы. Чтоб горе не знали, что у вас электричка не приезжала. Детям поставили этот, как его? Сказку Золушка. Это вообще. Вот Золушка. Вот мальчик. И говорит. Ма! И набрут дыр шахт. Интересно. И все. Понимаешь? И потом сразу говорят. Желаю, чтоб все были здоровы, чтоб горе не знали. И чтоб свою обувь нахрен не теряли. Дети плакают. А вот говорят, у вас вот недавно был несчастный случай. Да. Вы попали в чан с коньяком. Почему несчастный? Ну, вы там пробыли 4 года. Да, я все как-то уворачивался. Вас не могли выловить? Нет. Но потом они закинули сети. И как же вы продержали сети 4 года? Как их тяндр. Это были лучшие годы моей жизни. У нас работа, это просто счастье. У нас все друг друга уважают. Все. Только так и слышат. Ты меня уважаешь. Ты меня уважаешь. Ты меня уважаешь. Женщины у нас просто красавицы. А в коньячном цеху... Балини. Вот так. Интересно. А вот скажите, пожалуйста. А... Наконец-то. А... А что он сейчас сказал? А дело в том, что мы тут разговариваем на профессиональном языке. коллега... 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 Коллега. О, коллега. Спросил. А не кажется ли вам, что данной продукции спитерсодержащей, норма сливочных масел превышена на 5%. А я говорю, для того, чтобы сделать и выяснить истину, нужна повторная дегустация. Я смотрю, у вас такой самобытный творческий коллектив. А скажите, пожалуйста, дегустатор – это творческая профессия? Конечно, конечно. Я же говорил, мы самосовершенствуемся. Мы постоянно экспериментируете. Столь... Ну, да. Нет, 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 нет. Поэтому я говорю, что, не каждый сюда попадет. Вот смотри. В этом... Блин, как он, МГУ... На горе с воробьями, как он? МГУ. О, точно. У них конкурс... Сто человек на место. А знаешь, какой конкурс? Ну? У нас 20 рабочих мест. И вот возьми, подели все население страны на 20. Вот такой у нас конкурс. А сейчас он что сказал? Извинился. У нас скоро прибудет 18 составов с коньяком. И надо делать, так сказать, тару готовить. Я его послал, а он меня послал. Понятно. Ну, спасибо большое, Семен Арнольдович, за очень интересное интервью. А что бы вы пожелали нашим зрителям? Я желаю, чтобы все наши зрители, они нашли свое призвание. И тогда ваша жизнь превратится в праздник. Дорога. И вдруг происходит авария. Ну ты куда, Ви, ехал, баран, а? Ну что, не видел, что я перед твоим носом стою? Хватит сидеть в машине. Иди на мой славу, ходи. Ну, козел, а? Мужчина, вы мне своим задом весь вперед помяли. Это вы, вы меня поцеловали. Ой, нужно тут такого целовать. Не бри, ты брюки мяты, рожи кривая. Фу. Я вышел из-за носа. Из какого носа? Вы из машины вышли. Посмотрите, что вы сделали из своей машины. Посмотрите, вы что, не могли вовремя остановиться, что ли? Когда вы начали тормозить, а? В седьмом классе. Ну куда вы мчались, мчались куда, а? Вы что, не видели, что там знак висит? Что здесь можно ехать только до шестидесяти? Мне можно. Мне еще нет шестидесяти. Ну как обидно. Ну новые машины. Ну только ехал из салона. О, и я из салона. Ты что, брови красил или маникюр делал? Бигуди завивал на бровях. Девушка, вы что, галлюциногенных грибов объелись? Вы что, не видели, что на дороге зебра? А на зебре стоит газель, а? На зебре газель. Это я грибов наелась. Да, на зебре газель, а еще на зебре стоял бычок, а за бычком мерин. Ну, мужик, ты что, цирка обсмотрелся? Ну, лучше объясните, что вы так странно ехали? Так, дынь, 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 дынь. У вас что, проблема с зажиганием, а? С зажиганием вообще не проблема. Да. Стакан коньяка, и я зажигаю до утра. Тогда объясните, почему так получилось? Я стою на светофоре, горит красный, вы сзади, и вдруг вы даете газ, и в меня врезаете. Понимаете, я в автошколе привыкла слушать инструктора. Ну, правильно. Он говорит, газ, я жму газ. Тормоз, жму тормоз. А тут по радио песня зазвучала. Газ, 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 газ. Меня это лагажил. Как домой поедете, вон, без руля-то, а? А мне по прямой. Мне поворачивать не надо. Ой, вообще выброшу. Да не надо его выбрасывать. Вам в автосервисе его приварят. Заодно шин поменяете, вон, а? Вы спереди, вся лысая. Мужик, ты чего врешь? Ничего я не лысая. А в автосервисе вообще больше не поеду. Чего это? Там одни дураки работают. Ну, конечно, позвольте. Я тут к ним заехала, говорю, у меня в машине что-то стучит. Ну, да. Они говорят, вам надо заехать на яму. Правильно. У меня из сервиса выехала. И как рванула. По всем ямам и канавам. У меня машина еще больше достучала. Так, с вами все ясно. Давайте будем вызывать ГИБДД. Так, я позвоню или вы позвоните? Походите, я позвоню. Ну, давайте звоните. Ну, надо же, попал. А это что ж такое? Алло, Вирусик, привет. Ага. Ну, я уже была в том магазине, про который ты мне говорила. Куда она звонит? Ну, там нет тех сапожей, которые ты купила. Ну, розовые на каблучке. Зато взяла себе такие перламутриные. Вы куда звоните-то? Ты сказал звонить, я ей звоню. Я сказал, надо сообщить о Баварии. Ну, что я сообщу? Ну, давайте сообщайте. Али, Вирусик, хочу сообщить тебе о Баварии. Представляешь, какой-то чмошник. Мы с вами задрипанным Лексусем. Врежут в мою новую Ладу Калину. Вирусик, он тронутый. У него газельная зебра, значит, Вирусик. Как вам не стыдно так говорить, что я тронутый? И вовсе я не тронутый. Просто, когда я тронулся... Вот там говоришь, что тронулся, а говоришь, что не тронутый. Ну, тронулся, в смысле, я поехал. И вообще, если бы не светофор, я бы от вас так рванул. Вон у меня в машине 140 лошадей. Мужик, ты чё? Тебе в машину ни одна лошадь не залезет. Ты точно сумасшедший. Я абсолютно нормальный, нормальный. Я 20 лет на колёсах. Так оно и видно. Бред несёшь такой. Ой, как нам умным женщинам тяжело на дороге за белыми. Так, скажите, какой у вас номер? Как вам не стыдно про такое спрашивать женщину? Ладно, сам посмотрю. Ну, только попробуй, сейчас как закричу. Да номер вашей машины. О, вот это номерок. А, смотри, 340 дур. Сразу надо было понять, что от машины с таким номером ничего хорошего не жди. Так, какая у вас фамилия? Врезалова. Опа. Это по мужу. А девичья моя фамилия была Давилова. Вот так вот. Сейчас развелась. Хочу взять двойную фамилию. Давилова Врезалова. Да не надо вам двойную. Вы с одной вон ездить не умеете. Ну, хорошо ездить. Хорошо она едет. Просто сегодня за мной целый день трамвай гонялся. Конечно, ещё. Вы же впереди него по рельсам ехали. Если он видит, что рельсы заняты, я вот туда и объехал. Это вам. Вам надо было объехать. Вон у вас в машине навигатор. Чё не включили-то? Я ж не поругалась. С навигатором. Точно 340 дур. А за рулём 341. Ничего, сейчас приедут. ГИБДДшники, они у вас сразу права заберут. Да не заберут у меня права. Заберу, заберу. Как можно забрать то, чего у меня никогда не было? Ну, девушка, вы попали, а? За рулём, без прав, на красный свет врезались. Да вам за это такое будет. Ой, ничего мне не будет. Будет-будет. Что-то жарко здесь. И жарко, и полнота. Подержите плащик, пожалуйста. Я подержу плащик. Генерал ГИБДД. Да. Извините, что я встал у вас на пути. Да. Виноват. Да. Каюсь. Чем я могу искупить свою вину? Женишь ты на мне? Женюсь. Женюсь. У меня будет жена, генерал, ГИБДД. Вашу машину. Жди меня. Жена, генерал, ГИБДД. Вот это да. Ой, девчонки с театральной студии, где я играю, генералы ГИБДД, обзавидуются. Да. 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 Как сейчас женщины общаются в соцсетях? Это ж особое искусство. Женщина пишет. Я не буду говорить о том, что мой муж вчера уехал в командировку. Я об этом писать не буду. А то еще всякие мужики придут на улицу Чехова, дом 15, квартира 43. Третий этаж, пятый подъезд, а дверь-то не заперта. Дорогие друзья, артисты ведь очень похожи на цыган. Жизнь у нас цыганская. Все жизнь кочуем по городам, по городам, по городам, по городу, по городу, по городу, по городу. И вот когда ты находишься далеко от дома, на чужбине, чем заняться, пока нет выступления? Тут у каждого своя история. Я вам расскажу про свои увлечения, хобби на гастролях. Я не устаю удивляться фантазии нашего российского народа. Она проступает везде. Взять хотя бы название магазинов в разных городах. В Туле открыли виноводочный. Ну, точнее название для виноводочного не придумать. Вечный зов. Так частенько едешь по трассе, стоят у обочины какие-нибудь продуктовые магазинчики. В основном в названиях преобладают женские имена. Валентина, Ольга. Но один магазин меня просто потряс. Вика круглосуточно. Я мечтаю на эту труженицу полей взглянуть. Кроме того, мне очень нравится в разных городах рассматривать интересные, смешные памятники. Во многих городах есть такая изюминка, которой гордятся местные, которая привлекает туристов. Вот недавно в Питере поставили памятник человеку-невидимке. Постамент, а сверху ничего. Это отличная идея для всей страны. Из центра звонят. Куда дели бюджетные деньги? Кроме того, мне очень нравится в разных городах, в кафешках, в ресторанчиках, ну, как правило, при гостинице, где живешь, читать меню и выискивать вот эти вот сумасшедшие названия блюд, которые порой наша российская фантазия придумывает. Да иногда и придумывать не надо. Россия страна очень многонациональная. У каждого народа есть, как правило, свое национальное блюдо и не одно. Всего ты не упомнишь. Я приезжаю в Бурятию, в Лан-Удэ, но я же не знал, что у бурятов есть такое национальное блюдо. Это что-то вроде мантов. До этой поездки слово «позы» у меня ассоциировалось, ну, никак не с кулинарным изыском. Перед концертом девочка-журналист томно спрашивает. Сергей, а вы пробовали бурятские позы? Это вам смешно. Я покраснел. Говорю, мне не с кем было. Что же касается шедевров меню, коллекция началась в городе Барнауле, где мне на глаза попался салатик с уникальным названием. Улыбка шахтера. Потом меня потрясла свинина бумеранг. У меня до вопроса возникло. Как быстро она возвращается? И второй вопрос, через что? Ну, на первом месте в моем списке салатик, название которого перешибить невозможно. Внезапный выстрел. Сами понимаете, после того, как я его днем отведал, вечером на концерте был в диком напряжении, мы как-то с коллективом перед концертом зашли в кафе пообедать, и я имел неосторожность заказать борщ. Приходит девушка-официантка, приносит борщ в горшочке. Вкусный борщ, я его весь съел. Возвращается официантка, видит, что нам все понравилось, сияет и говорит такую фразу, после которой коллектив падает на пол, а я себя чувствую мальчиком из детского сада. Девушка спросила, вам горшочек поменять? Кроме этого, друзья мои, мне очень нравится во время поездок по стране рассматривать из окна машины или поезда указатели на разные населенные пункты. Иногда такие экземпляры попадаются, думаешь, мать честная, но в честь чего? Увлечение началось много лет тому назад. Оказывается, рядом с городом Иваново есть деревня с потрясающим названием. Деревня Хренова. И вот я с тех пор стал эти все смешные названия записывать, фотографировать. У меня пока рекордсмен, это Свердловская область. Там все эти поселки идут как-то парами. Верхняя Пышма, Нижняя Пышма. Новая Ляля. Я мечтаю на старую посмотреть. Были мы в Кирове и в окрестностях. А я, когда в эти края приезжаю, вспоминаю, ну, наверное, самую смешную историю, которую мне когда-либо рассказывали. Из небольшого поселка в Киров едет маршрутка. В маршрутке папа и сынок. Сыну лет пять. Мальчик извелся. Папа, ну скоро Киров? Скоро, скоро. Маршрутка встает на переезде, ждет поезда. За окном степь, коровки пасутся. И тут к одной из коровок сзади пристраивается бычок. Мальчик, естественно, живо реагирует. Папа, что он делает? Маршрутка замерла. Мухи жужжать перестали. И в этой звенящей тишине папа выдал. Сына, а он смотрит, далеко ли до Кирова? Едем мы как-то в Смоленск по трассе. И я вижу обочину указатель на одну деревушку. Мы сразу остановились, потому что у водителя был припадок. Я потом навел справки в Википедии. Действительно, есть такая деревушка. Живут-то в основном бабушки, божьи одуванчики. Ну, название, друзья мои. Я вам его озвучу так, как я его первый раз понял. Есть кого. Это не все. Ну, может, наш человек с его кипучей фантазией спокойно пройти мимо такого подарка. Есть кого. Конечно, кто-то ниже маркером приписал. Да некому. Поэтому я подумал однажды, если бы у российской фантазии был курс покупки и продажи, это была бы самая крепкая валюта в мире. Спасибо за внимание. Инна, ты у меня восьмой раз спрашиваешь, я тебе 14-й раз отвечаю, я не знаю, где он. Вторая неделя уже пошла, я не знаю, где он и где его искать. Подожди. Наверное, это он. Я потом перезвоню. Здравствуйте. Участковый инспектор. Криворучка Надежда Михайловна? Да. Жалобу на соседа писали? Да я никогда ни на кого вообще не писала. Не, ну, если вы так конкретно спрашиваете, то четыре раза. Я думаю, что этого квазимоду нужно наказывать по самые в общем ниже пояса. Подождите. Сюда встать я. Спасибо. Какого квазимоду? Может, все-таки к Казанову? Да мне без разницы. И чтобы он понимал, подлец, что такое одинокая женщина и как тяжело с такими квазимодами жить по соседству. Хорошо. Он к вам приставал? Да. То есть, нет. Один раз пристал и больше не хочет. Подождите. А вы пишете, что он проходу вам не дает? Точно. Я даю. Ни сзади, ни спереди. Весь проход мебелью завалил, диван посреди дороги поставил. Я домой попасть не могу. Все время в разных позах через него лазить приходит со стопками наперевес. Хорошо, ладно. Вы давно с ним знакомы? С диваном? Да нет. А, подлецом, с этим которого квазимордой зовут. Да не квазимордой, а Казановой. Согласна. Вы его привлеките по всей строгости, чтобы он понимал, что такое одинокая женщина. Хорошо, успокойтесь. Он вас домогался? Не до слова. Не до слова. Так домогался, так домогался. Я ли его закатащила к себе в квартиру? И что? Что, что? Домогался по всей строгости. А вы? А что я? Я женщина слабая, вы же видите, беззащитная. Выпустила его гада через две недели. Дура. Подождите, вы пишете, что он вел себя развязно. Ой, не то слово. Не то слово. Так развязно, так развязно, все веревки поразвязывал. Какие веревки? Ну, которыми я его к батарее привязал. А он? А что он? А он теперь прячется. А вы? А я его разыскиваю. А он? Да почем я знаю, где он? Может, уже кого-то трюк кого-то мотает. А вы? А я, если его гада достану, будет у меня пятилетку за три года. Будем составлять протокол. О! Четыре раза. Я здесь. Что четыре раза? Ну как, за каждое домогательство по протоколу. Шаг в сторону от дивана, будем рассматривать, как побег на месте. Давайте. Подождите, вы же сказали один раз только. Так это что? Что уже было? А мы сразу с вами наперед. Ну, чтобы вам не бегать туда-сюда, вы человек казенный, я же все понимаю. Подождите, ну а если он не захочет? У меня пусть только попадется. Пусть только попадется. Я все четыре протокола запомню. А может быть и больше. Пока. Пока всю бумагу не испишем, я его никуда не выпущу. Подождите, одну милочку. А вот он здесь пишет, что вы были вызывающе одеты. Что? Я вызывающе одеты, врет. Вот это врет. На мне вообще никакой одежды не было. Так. Минуточку. Где это все происходило? Ну, извините, я задумал. Сначала как положено. Потом? Потом под диваном. Как это под диваном? Ну как, он там прятался. А вы? Ну я, вы что, не видите, что я женщина слабая, одинокая? таскала его по всей квартире вместе с этим диваном. Оторвать не могла. Подождите, так он вас склонял? Не тостал. Не тостал. склонял по всем падежам трехэтажным четверостишем. Мало того, он еще бил и царапался. Так, это уже интересно. Давайте подробнее. Значит, значит, бил куда попало, а если подробнее, только царапался. Давайте вам покажу. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Хорошо. Чем же он вас бил? Значит, так, сейчас, сейчас я покажу, сейчас. О! Задней левой, легалка. Все мне пофейсу, попасть. По кейсу, по лицу, по лицу, по лицу. Хорошо, ну, хорошо, а по правой? А за правую я его из-под дивана тащила. Давайте я покажу. Да не надо, хорошо, не надо, подождите, так, успокойтесь, а вот ваш сосед пишет, что этого вы ворвались к нему, диван поломали, из чайника поливали. Вот так, значит, вот так он написал. Тогда слушайте всю правду, всю правду. Хорошо. Значит, когда он ко мне пришел и начал меня домогаться путем попрошения чайника, я подумала, что врага нужно бить на его территории. И что? Что-что? Ну, кинулась к нему с кипятком, думаю, врешь, гадь не уйдешь. Подождите, вы меня запутали вообще, я ничего не понимаю. Давайте проведем следственный эксперимент. Давайте. Вот представьте, что я ваш сосед. Представила. Ну вот, покажите, как вы действовали. Значит, сначала я действовала ласковыми словами. Какими словами? Сволочь. У тебя под боком одинокая женщина живет. Так ты ее домогаться хочешь? И речите, нет, нет, нет. Она придется. 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 Подождите, я понял, подождите. Чем закончилось это все? Диваном? По всей строгости. Он его сейчас на календарь выбросил. А я все ножки поотрывал, а пусть только попадется, чтобы его спрятаться негде было. Пусть только попадется. Я его не то, что из-под, из-под дивана выковырю, я его из-под плинтуса выковыряю. Найдите. Хорошо. Казанову. Хорошо, будем искать. До свидания. Что значит до свидания? Что значит до свидания? Мы еще следственный эксперимент не закончили. Судочка, мы закончили. Нет. Стоять. от меня еще ни один квазиборда не уходил. Дамочка, мне... Стоять! Спасибо. Уважаемые родители, на этом наше родительское собрание подошло к концу. Напоминаю, не забудьте сдать деньги на шторы. Да, и еще, у меня для вас замечательная новость. В следующей четверти мы с вами должны будем поменять парты. И дверь. И окна. А также прошу обратить ваше внимание на потолок и стены. Их тоже необходимо будет привести в порядок. Но не волнуйтесь, конечно, все это мы будем делать не сами. Вам необходимо просто сдать денежки. Так, папа Дима Зайцева, куда это вы так стремительно? А? Устраиваться на вторую работу? Не волнуйтесь, у вас на это будет время. Марья Павловна, ну что же вы сидите? Соберите у них деньги на шторы, пока все не разбежались. У меня все, все свободны. А папу Семена Болтушкина прошу подойти ко мне. Светлана Сергеевна, я Болтушкин, старший, Семен Семенович. Да, да, Семен Семенович, присаживайтесь. А, спасибо. Давно хотела с вами поговорить. Что он натворил? Даже не знаю, с чего начать. Вот негодяй, ну я ему дома устрою, покатается он еще на моих жигулях. Простите, вы разрешаете ребенку в 14 лет садиться за руль? А, да не, только когда выпью. Так что он натворил? Понимаете, ваш сын уже не первый раз на уроке физкультуры с одним мальчиком в раздевалке подсматривают за девочками. Ну, она натворил-то что? Так я же вам говорю, подсматривают за девочками. Вы считаете это нормально? А, ну так-то да. Подсматривать за девочками в седьмом классе. Я этим еще в пятом занимался. в седьмом мы уже ух. Так, ладно, у вашего сына серьезные проблемы по географии. Вот, полюбуйтесь, одни двойки он ничего не знает. Ни про Миссисипи, ни про Титикаку. Ну, это да. Такие вещи, конечно, каждый должен знать. На днях спрашиваю его, что ты знаешь про Панамский канал? А он отвечает, в нашем телевизоре такого канала нет. Ну, это да. Телевизор-то у нас старенький. Не все каналы ловят. А после того, как обязали цифровую приставку купить, мы вообще телевизор не смотрим. Ну, хорошо, но, понимаете, он не знает даже столицу Норвегии. Осло. Зачем вы так? Не знает мальчик столицу Норвегии. Осло. Знаете, вот я, например, тоже подзабыл про эту столицу Норвегии. Осло. Что вы в самом деле? Я вам не мальчик. Осло, Осло. Ну, хорошо. Теперь литература. Спрашиваю, кто написал «Мертвые души»? Какие уши? Мертвые, мертвые души. Спрашиваю, кто написал? Говорит, что это не он. Вот паразит. Дома я ему устрою. Выборю, как сидорову козу. Послушайте, а может, это действительно не он написал, а... теперь очень серьезный вопрос. Вчера на уроке труда ваш сын курил в мужском туалете. Кто? Сеня? Говорил же ему, ну не кури, не кури во время урока. Перемена для этого есть. Послушайте, какая перемена? Ваш сын курил в мужском туалете. А, ну это да. В наше время мы всем классом за школой курили. Вот. Это нарисовал ваш сын на уроке рисования. Полюбуйтесь. Амбриothek Похоже! В наше время учителя так не позировали. Вообще-то все дети рисовали яблоки. Да? А получились дыньки. Да поймите же, я учитель, я же у него классная Да вы у него супер Спасибо Да что вы такое говорите, а? Нет, ну это надо же подумать Так, а что ваш сын устроил зимой? Прямо перед входом в школу Залил водой 100-рублевую купюру Вода замерзла А в результате сорваны три урока В смысле? Анна Ивановна, учитель литературы Увидев 100 рублей подо льдом Сломала каблук Учитель химии сломала ногти А трудовик Василий Петрович лишился двух зубов И все бы ничего Если бы купюра была настоящая А не из банка приколов Кстати, про деньги Не знаю, как вам сказать Но ваш сын Предлагал мне деньги Сколько? Тысячу Тысячу? А за что предлагал? Ну, чтобы я Вас в школу не вызывала Я смотрю, у вас тут золотое дно Скажите, там вот на входе у вас Объявление висит Требуется физрук? Да, требуется Так вот, считайте, что физрук у вас уже есть Пойду заявление напишу Пока кого попало Не понабрали Субтитры создавал DimaTorzok